Сочи этим летом приняло рекордное число отдыхающих. Помог этому, конечно, и мундиаль, но, сказалось, и активная работа на местах. Власти рекламировали курорт на всероссийском и международном уровнях, а предприниматели готовились соответствовать. Как результат, наплыв туристов даже в сентябре. Курортный сезон у нас еще не закончился. Начиная с 2-3 сентября к нам приехал еще один туристский поток, который уже у нас будет в течение всего бархатного сезона в городе Сочи. Поэтому загрузка здравийность у нас на сегодняшний день порядка 75%. Это достаточно высокий показатель. Этим летом Сочи получил целых 6 голубых флагов. Это международная награда в признании отличного уровня обеспечения безопасности и сервиса. Отмеченные голубым флагом пляжи попадают в иностранные каталоги и рекламные проспекты. Но, как выяснилось, гордятся пляжами все, а вот соблюдать принятые там нормы готов не каждый. Тяжело было людям объяснить по международным стандартам, например, как нужно отдыхать. Потому что в международных стандартах нельзя собачек на пляж пускать. А люди приходят. Мы им говорим, нельзя. Они говорят, вот бесовестные мы граждане России, мы имеем право здесь отдыхать с собаками, но нельзя этого делать. Это бактерии и так далее. Вот я думаю, что это было сложно. Людям объяснить, что курить здесь нельзя. Там место для курения. С собачкой сюда нельзя. Вон туда идите. Там и так далее. Что вот в определенном виде лежать здесь нельзя. Нужно быть там в определенной одежде. В остальном на 190 сочинских пляжах особых проблем нет. Спасательные посты оборудованы, медпункты работают, есть прокат пляжного инвентаря. Арендаторам еще раз напомнили, в сентябре в Сочи могут быть и смерч, и шторм. И это обязанность сотрудников пляжа вовремя предупреждать курортников. А при необходимости и вовсе запрещать купание в море. Продолжение следует...